Всем привет! В этом видео я хочу рассказать, как вернуть переплату по налогам на свою банковскую карту. Что для этого надо сделать? Самое первое, это необходимо сходить в налоговую и подать заявление о том, что вы хотите онлайн зарегистрироваться в приложении. После этого они вас зарегистрируют, дадут вам пароль от такого приложения налоги.фл. Сейчас я сюда зайду. Вот такое приложение. Это официальное приложение налоговое. Там же в налоговое можно подать заявление, чтобы они сделали вам электронную подпись. Но электронную подпись можно сделать онлайн в налоги.фл. Потом, значит необходимо на листок бумаги переписать свои реквизиты своей карты. То есть деньги возвращаются не по номеру карты, а именно по реквизитам. Поэтому, допустим, в Сбербанке онлайн это как делается. Сейчас я расскажу. Заходим в Сбербанк онлайн. Здесь нажимаем на какую-то карту, которая у вас есть. И ниже вот есть информация о карте реквизиты, общая информация. Здесь нажимаем реквизиты. И все, вот они, ваши реквизиты, их на бумажку переписываем. Потому что скопировать и вставить не получится. После этого заходим в приложение налоги.фл. Так, вот здесь вот смотрите в меню. Вот она электронная подпись. Надо, чтобы здесь галочка горела так же, как и у меня. Вот, она у меня уже есть. Я ее делал онлайн. То есть, я не ходил в налоговую. Вот эту электронную подпись делается. Она где-то в течение, наверное, суток. Вот. Поэтому вся эта канитель вообще муторная. Но, в принципе, сделать можно. Дальше заходим на вкладку налоги. Здесь, смотрите, вторая строчка переплата. Вот у меня есть общая сумма 3 862 рубля. Из них возвращается 1574. Остальные вот две, грубо говоря, 300 рублей. Они почему-то в стадии принятия решения. Ну да ладно. Вот. Я нажимаю распорядиться. Смотрите, распорядиться этими деньгами можно их зачесть. Если, допустим, это транспортный налог, то именно в транспортный налог, если у вас там есть какие-то... На следующий год, допустим, можно зачесть. То есть, если вам уже выставили счет. То есть, у меня нету... Ну, значит, некуда зачесть. Если это земельный налог, то вы тоже можете на следующий год. То есть, после того, как вам налоговая выставит какой-то счет, который можно оплатить, вы можете зачесть ее в будущую оплату. Вот. У меня зачитать особо некуда. Поэтому я нажимаю продолжить. Так. По транспортному налогу 1574. Подтвердить. Для продолжения вам необходимо указать данные вашего счета. О чем я и говорю, что это вот эти реквизиты. Хотите, чтобы возврат пришел на один банковский счет? Да. Я хочу, чтобы на один. Вот. Теперь здесь вводим Биг Банка. 0,40 813 608 Полное намерение банка. Дальневосточный 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 Банк Паузбербанк Номер вашего счета. 408 109 0,3 0,0 58 0,2 802 Еще раз проверить. 408 Нет, что-то неправильно. Так, еще раз. 408 178 109 0,3 0,0 58 0,2 802 Сохранить. Подтвердить. Все, нажимаем подписать и отправить. Соответственно, вот эту кнопку подписать и отправить вы можете только с наличием вот этой вот электронной подписи. Но сделать ее можно. Я чуть-чуть покопался. Там, в принципе, все по инструкции. Все достаточно ясно. Поэтому я нажимаю подписать и отправить. Вот, введите пароль сертификата. Это мой пин-код. Отправить. Неверный пароль. Нет, стоп, подождите. Так. Да, все отправлено. Все. Заявление отправлено. Поэтому они его рассмотрят. Написано в течение 30 дней. Но, в принципе, у меня бывает гораздо раньше. В прошлый раз я возвращал. У меня вернулось, по-моему, за неделю. Всего лишь буквально. То есть, очень быстро не рассматриваю. Ну, все, собственно говоря. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok